Екатерина уже 4 года по нескольку раз в день в одно и то же время принимает лекарства. О том, что она ВИЧ-положительно, девушка узнала на втором месяце беременности, отбывая наказание за наркотики. Я такая не одна. Из пяти пила только я. И не все у них хорошо. Меня захлестывало в первую очередь то, что я буду мамой. Все остальное меня уже не так беспокоило. Если меня не беспокоило даже, что я в СИЗО. Меня беспокоило только одно. Главное выносить, главное родить, главное, чтобы у него все было хорошо. И она родила здорового, крепкого, не ВИЧ-инфицированного. Сейчас ему 3 года, сына воспитывает бабушка. Екатерина с нетерпением ждет дня, когда выйдет на свободу и обнимет сына, чтобы уже никогда не разлучаться. А еще она мечтает помогать таким же, как она. Да даже хотя бы в спеццентре, если бы они взяли меня. Пусть даже раздавать листовки, пусть даже объяснять людям. Волонтерская деятельность. На Валтайской женской колонии отбывают наказание 200 девушек. 50 из них ВИЧ-инфицированы. Обнаружить это и вовремя назначить лечение удалось в Барнаульской исследовательской лаборатории на базе лечебно-исправительного учреждения номер один. Своевременно назначенная терапия, заверяют медики, дает шанс зараженному на долгую жизнь, не давая инфекции перерасти в смертельный СПИД. В наше время антиретровизмная терапия для пациентов ВИЧ-инфицированных, это то же самое, что, например, инсулин для диабетиков. Если ты правильно это принимаешь, ты будешь жить до 80, до 90 лет. И единственное, что хочу сказать, особенно молодому поколению, первое, никогда не пробуйте наркотики. Второе, не вступайте в половые связи с малознакомыми людьми. И соблюдая два этих правила, вы ВИЧ-инфекцией никогда не заболеете. Всемирный день борьбы со СПИДом уже завтра. В этот день в Барнауле любой желающий может бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Сдать кровь можно по адресу Юрина 204 с 5 до 7 вечера. Приходите, потратьте 15 минут, это поможет в разы продлить вам жизнь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости.